доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды снова мы на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые сейчас представляют наибольшие интересы оказывают самое мощное влияние на динамику финансовых инструментов честно говоря за последний день особенность ситуации не изменилась фундамент остается прежним нам лишь нужно освежать в памяти опять же основные посылы чтобы знать в принципе на что сейчас рынок ориентируется и что впоследствии может отыграться мы этим друзья будем стараться заниматься и в принципе делаем это на наших брифингах основная задача которая стоит передо мной это то чтобы вы прекрасно разбирались в новостном фоне и знали в принципе за зачем на площадках можно следить давайте начнем с нефтянки которая радует нас потому что мы все ближе к первому целевому ориентиру 65 долларов за баррель сейчас котировки 63 11 я думаю что до 65 мы точно доберемся вообще была более амбициозная цель это на отметке 70 долларов за баррель но еще не вечер мы только лишь ждем заседание опек пятого и шестого декабря и только лишь ждем когда саудио рамка осуществит публичное размещение акций и предложит собственно всем заинтересованным эти бумаги локомотива энергетического мирового энергетического рынка сейчас из основных ориентиров помимо заседания опек я предлагаю сегодня обратить внимание еще на данные по запасам нефти сша ранее на прошлой неделе мы увидели умеренное увеличение запасов которая не дотянула до прогнозов и это поспособствовал тому что участники рынка использовали и этот новостной фон для того чтобы упрощить а свои позиции бычьи позиции на площадках ну все это конечно же друзья второсортный фон все-таки все прекрасно понимают что в начале декабря участниками энергетического пакта из-за того что осознают проблему избыточного предложения уже много было докладов разобрано нами от международного энергетического агентства и заканчивая докладом непосредственно опек мы фиксировали вместе с прочими статистиками скажем так к признаки роста предложений сейчас прекрасно понимаем что это проблема ее нужно решать и только лишь продлением пакта скажем странам опека делаться не удаться также быки приветствуют высокую степень ответственности стран при исполнении текущих обязательств по снижению добычи дисциплин остается на высоком уровне если страны еще согласуют не только продление пакта но еще и дополнительное сокращение производства нефти будет покупателем тот самый boost я на него настраиваюсь жду и абсолютно друзья вот с такой степени уверенности отмечу не сомневаюсь даже что бренда закрепится выше 65 долларов за баррель доллар иена 109 15 мы видим то что защитные инструменты сейчас пользуются меньшим спросом чем хотелось бы опять же это все отголоски сообщений с уже избитые всем надоевшие темы отношения сша китая в частности во вторник сша китай на уровне скажем видных чиновников провели телефонные переговоры к сожалению детали друзья нету ну рынка сейчас оживет следующей идеей что если на площадках не появляются негативные новости о том что каким-то вопросом снова не удалось достичь взаимопонимания можно трактовать отсутствие таких новостей как позитив поэтому без детали их соответственно это позволило поставить на то что переговоры вроде как продолжаются и все прекрасно понимают что до 15 декабря нужно попытаться достичь какого-то консенсуса и возможно даже подписаться под первой фазой чтобы убедить всех что и сша китай действительно готовы снять с мировых рынков вот эту главную проблему мировой торговой неопределенности в общем участники рынка почему-то снова поверили в том что этот прогресс именуем я повторюсь друзья я разделяю другую позицию я уверен то что очень много воды утечет прежде чем будет достигнуто какое-то подобие этого самого соглашения поэтому я здесь держу короткие позиции сегодня раз уж негатив геополитически не помог я буду искать поддержки в статистике потому что сегодня выйдут данные по личным доходам личным расходам по индексу расходов наличное потребление по заказам товара длительного пользования может быть еще важнее годовые данные по ввп эта статистика будет представлена вам друзья в 16 30 по московскому времени посмотрите на ожидание как менялись опять же прогнозы участников рынка вы убедитесь в том что в целом по большей части этих отчетов сегодня ждут слабые цифры если это так то будем рассчитывать что слабая макроэкономическая статистика станет причиной снижения доходности трежерис и повысит вероятность того что фрс будет и дальше предпринимать шаги по стимулированию экономики и это должно оказать давление на доллар австралиец против американца 067 72 сейчас мы находимся на недельных минимумах друзья но это все равно еще скромное значение по сравнению с нашими ожиданиями сожалению к большому удивлению скажем так филиппа лоу который выступал вчера на пресс-конференции почему-то не стал конкретизировать именно действия резервного банка австралии с учетом потенциального запуска программы количества смягчения для меня это стало большой загадкой потому что тема его выступления она предполагала как раз и не традиционное монетарное стимулирование но рынок сам додумал друзья и все-таки пришел к выводу что если резервный банк австралии хочет добраться до цели по безработице четыре с половиной процента без этих стимулов им не обойтись поэтому держим короткие позиции как и раньше и повторюсь друзья что вялая динамика она продолжается у вас есть возможность заскочить в продаже сейчас если вы этого не сделали потому что цель все равно находится больше чем на 200 пунктов ниже евро против доллара 110 10 мы вот-вот протестируем поддержку 110 теста мало нужно закрепляться ниже причины для этого есть фунт против доллара также снижается последние результаты общественных опросов указывают на то что у консерваторов не так уж и много шансов или лучше скажем этих шансов не так много как раньше одержать победу над либористами получить необходимое парламентское большинство поскольку сейчас снижается вероятность того что партия власти получит большинство и ратифицирует соглашение снижается вероятность опять же упорядоченного брэкзита и выхода англии из-за политического тупика вот пожалуйста эти самые распродажи и доллар канадец немного мы откатили с ниже уровня 1.33 это как раз еще одна возможность купить тем кто раньше этого не делал забастовка продолжает уже восьмой день подряд правительство не очень-то сейчас пытается найти общий язык с профсоюзами через железные дороги на которых проходит забастовка скажем этот канал коммуникации отвечает за 30 процентов экспорта как я и говорил а сейчас все начинают считать потери для экономики это пожалуйста еще один фактор давления для канадца ждем пару выше отметки 1.34 впереди данные по ввп они нам точно помогут на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания